Добрый вечер! Мы в прошлой передаче начали говорить о Рождестве Христовой, вспоминали хронологию событий того любого века, когда Господь родился. Предлагаю сегодня так вот кратко вспомнить и продолжим наш разговор. То есть сначала, к моменту рождения Господа шла перепись на селение Пресвятая Богородица с праведным Иосифом, с Иосифом Бручником. Они были вынуждены, когда уже Пресвятая Богородица под сердцем носила Господа Иисуса Христа нашего, они были вынуждены из Назарета, где они жили, перебраться в город Путешествовать, в город Вифлеем, в город царя Давида, из которого они рода были. И вот, когда они пришли, значит, гостиницы были все переполнены, место нашлось им только, видимо, они пошли овечку, ослика свою ставить в пещере, наверное, да, и там вот застало их таинство рождения. Кто-то им посоветовал, что вот только там сможете найти кровь. Ну да, а может они просто пошли, да, ослика поставить и вот... Ну вот я это место был, так сказать, паломничал, и там просто, ну, было такое полупустынное место, то есть там особо жить-то было негде, поэтому я думаю, они все-таки по совету людей, к которым они стучались, так сказать, в двери и говорили, можно переночевать там, ну, как это обычно делают паломники, те сказали, все нет, а где? Ну вот там, может быть, сможете, и вот туда они и пришли. Да, там Господь родился, да, и в ту же ночь, вот как мы с вами же рассказывали, да, в Евангелии написано, что первыми узнали пастухи, которые рядом по следа стада, ангел явился, им сказал, что Господь родился, они пришли, поклонились. Вот, потом на восьмой день свершилось таинство обрезания нашего Господа Иисуса Христа, ну, видимо, к этому времени, то есть они несколько дней, получается, пробыли в этой пещере, да, потом уже нашлось место такого для более человеческого жилья, да, пригодное, туда, наверное, перебрались они. На сороковой день потом перевели Господа в Иерусалимский храм. Богоприимцы, встретились с Анной, пророчицей, встретились там, и, конечно же, принесли по закону Моисееву Господу Жертву о новорожденном, богомладенце, как это и все делали в те времена. Поэтому, конечно же, это все происходило еще до пришествия Волхов, то есть они все это совершали безбоязненно, то есть никто на них еще никаких гонений не устраивал, и убить их еще никто не хотел, потому что они просто знали-то, наверное, только одни те самые пастухи, в общем-то, и больше, ну, может быть, родственники пастухов, которым они рассказали эту чудесную историю. Да и кто им поверит, наверное, каким простым людям, да? Да, да, крестьяне, они и есть крестьяне, что какой-то князь там израильский будет слушать пастухов, конечно, не будет слушать. И поэтому, чтобы оповестить весь Израиль через самого царя, через его приближенных, поэтому и потребовались Волхвы, и Господь их привел с помощью такой чудесной звезды, ангельской звезды. Волхвы – это мудрецы, как мы с вами, да? Мудрецы, да, того века, которые занимались различными науками и которые имели очень высокий сан, потому что, ну, не принял бы ирод пастухов там или каких-то обычных крестьян, даже просто горожан, не принял бы ирод царь их, а они были высокого уровня, тоже из княжеских родов, поэтому их приняли. Да, то есть после того, как представили Господа, да, Пресвятая Богородица, Праведный Иосиф, Святого Бога Младенца, да, они вернулись опять в Ефлеем, видимо, где-то опять в каком-то жилище они были. И вот эти Волхвы, ну, неизвестно, сколько они шли из Персии, да, то есть они долго шли, может быть, они как раз вот 40 дней пока Рождественский пост, а может быть, когда появилась звезда, и они в это время пошли. То есть они уже после 40-го дня, соответственно, пришли уже поклониться Господу. Что же заставило их пройти вот такой длинный путь, подвергаться всяким лишениям, опасностям, и на самом деле так задуматься, да, то есть царю Ироду, причем он такой тиран был, да, еще у него спрашивать про родившегося царя, который придет им, например, на смену. Ну да, это очень опасно царствующему владыке говорить о том, что родился тот, кто его должен заменить на этом посту. Конечно же, в те века это, ну, вплоть до убийства этих детей доходило просто. В те века, да, наверное, и сейчас тоже. Сейчас, я думаю, все у власти стоящие пытаются сохранить свою власть всеми методами и силами, что мы наблюдаем в сегодняшних, так сказать, реалиях мировых, так сказать, военных действий. Поэтому, конечно же, они с человеческой точки зрения необъяснимо вели себя, волхвы, потому что они за, можно сказать, 3-9 земель пришли ради какой-то своей вот идеи поклониться какому-то особенному. Принести еще и дары лучше. Родившемуся особенному какому-то человеку с большой буквы, да, родившемуся младенцу, и еще его одарить дарами, поклониться ему и сообщить об этом еще и царю израильскому. Конечно, для народа израильского это был шок, потому что, ну, во-первых, весь народ израильский знал из Библии, из ветхозаветной части Библии, что должен родиться Мессия, и что времена и сроки подошли, и что все события, которые должны были произойти перед рождением Мессии, они тоже совершились. И здесь как раз вот волхвы, можно сказать, попали в подготовленную аудиторию. И поэтому, как сказать, возмутился весь Иерусалим этой вести, то есть взбудоражился, да, и, конечно же, после этого узнал весь Израиль, что вот такое событие произошло. Но почему они пришли, объяснить с человеческой точки зрения невозможно. Это можно объяснить только с точки зрения ищущих истины, так сказать, последней инстанции, ищущих Бога, ищущих ответ на вопрос, что же происходит в этом мире, зачем я здесь живу, и какова цель жизни человеческой, и зачем вся эта череда событий, и кто это устрояет. То есть вот эти вот вопросы такого глобального характера, они могли только сподвигнуть этих мудрецов, прийти и поклониться Бога-младенцу, и Ему принести дары свои, как тому, кто принес в этот мир ответ на все эти вопросы. Самые, так сказать, важные вопросы в жизни человеческого рода не только человека, но и всего рода человеческого, самые важные вопросы, зачем мы существуем. И здесь они как раз пришли ко Христу, ко Спасителю, и вот это единственная цель и задача, которую они преследовали. То есть им не было задачи на этом нажиться. Ну, как некоторые бизнесмены бы поняли бы, да, они пошли, чтобы там что-то приобрести, и потом это, так сказать... Да, надо понять еще, если бы такому, например, совершеннолетнему человеку, который имеет силы какие-то, да, а тут Бога-младенцу... Ну, как можно увидеть в младенце вершителя судеб человеческих? Того, кто может ответить на вопросы глобального характера, философские жизни, определяющие вопросы, мировоззренческие вопросы. Как в младенце можно увидеть этого? Конечно же, мы знаем из Евангелия, что Бог есть истинно и путь и жизнь. Это мы читаем в Евангелии эти слова Господа. Но он это сказал уже после 30 лет, а на тот момент он и сказать ничего не мог еще. Но тем не менее, они нашли то, что искали, они обрели веру во Христа, в Мессию, пришедшую в этот мир. И они с этой верой и с проповедью о нем прошли потом всю свою жизнь по всем народам и весям, куда их звезда приводила, где они и рассказывали о том, что это произошло. Конечно же, их знания об этом событии, они зиждутся на тех исторических моментах, когда народ израильский был пленен вавилоньянами и уведен в плен в Месопотамию, то есть туда, где потом родились волхвы. И 70-летняя жизнь в плену народа израильского у вавилонских захватчиков, она привела к чему? К тому, что они, конечно же, поделились своими пророчествами о том, что придет Мессия, о том, что они его ждут. И те предзнаменования, и те временные сроки, которые у волхвов были, это народ израильский передал их предкам, скажем так, предкам этих волхвов. И потом они были уже, так сказать, научены вот этими знаниями народа израильского, и поэтому ждали этого момента. И когда момент этот настал, они им воспользовались, чтобы увидеть исполнение обещанного пророчествами вот этого действия в роде человеческом самого Бога. То есть символизировали их дары? Назовем дары, это золото, это ладан и смирна. То есть это три состава вещества, которые в корне друг от друга, так сказать, отличаются, но которые приносят каждый дар своему, так сказать, человеческому направлению, деятельности. Каждый, то есть один принес, их было три, да? Да, Мельхиор, Гаспар и Валтасар. То есть они от своих каких-то сокровищ, таких? И они принесли каждый свое, да. И, соответственно, золото было принесено Богомладенцу как царю царствующих. То есть родившемуся царю, причем не на 70-80 лет жизни человеческой, а на века и на бесконечность уже времен. То есть он уже, родившись в человеческом обличии, он уже не умирает, мы об этом знаем, Господь воскрес, и поэтому царствует уже в вечности над всем родом человеческим. И вот этот дар золота был принесен именно этому царю царей, который и сейчас сидит на престоле славы своей на небесах. Ладан, ну мы знаем все, что Ладан это такой благоухающий фемиам, который воскуряется в церквях, как жертва Богу угодная. И, соответственно, Ладан был принесен как Богу, этому Богомладенцу. Ладан, ну вообще что это такое? Это сок из дерева? Это смола, да. Ну, брали, например, кедр ливанский, то есть его смолу кедровую брали, она очень хорошо пахнет при сгорании. Подмешивали к ней еще какие-то вещества, тоже такие с яркими оттенками запахов, и получался Ладан. Ну, как, собственно, и сейчас это делается, так же на основе смолы кедра ливанского, ее перемалывают в муку, делают тесто, туда добавляют различные запахи, отдушки из других растений взятые. И получаются различные ладаны, которыми мы пользуемся в церкви. На фоне этот делает уже столетиями эти ладан делают, изготавливают. Ну и у нас в России тоже. То есть Ладан они как Богу принесли? Да, это жертва Богу, то есть золото это жертва царю царей, а ладан это жертва Богу, всеведущему, всемогущему, всезнающему. Соответственно, иное третье, смирна или мира, есть такое растение мира, и сейчас оно произрастает, и сейчас с него собирает сок, высушивает, тоже выглядит как смола, капельки смолы, но запах у него отличается, конечно, от ладана, очень такой яркий, приятный. Он даже вот, кто в Аэрославе ездит, там они продаются в пакетиках, мира это, и его используют и сейчас в различных парфюмерных целях, и в ладан добавляют, и в какие-то там напитки, или какие-то отдушки, это вот и сейчас, и тогда он использовался. Растение так называется мира, и так и сок из него мира, но здесь смирно его назвали в Евангелии. И это был дар человеку-пророку, который, мир оно еще использовалось при погребении мертвецов, наверное, да? Да, да, при обработке тел умерших людей, то есть обмазывалось алоем и смирной, то есть таким настойкой алое, сок алое и мира, и тело натиралось этим составом и клало его в огроб. То есть здесь мы видим такое человеческое, пророческое достоинство, потому что, например, елеем с мирной поливали при руководении священников, при пророческом служении, призвании тоже вот этим благоухающим миром, то есть вот этим маслом с мирой, лили на главу будущих пророков. То есть здесь вот мы видим такой же дар человеку-пророку. Ну и как пророчество, наверное, что Господь вкусит смерть тоже. Ну, конечно же, если Господь родился как человек, то и умереть долженствует как человек. Он сам сказал в Евангелии потом, что я пришел исполнить закон, а не нарушить его. А закон смерти, он также распространяется на всех человеках, и Господь через этот закон также прошел, исполнив его. Но, будучи Богом, Он этот закон потом переборол и воскрес. Да, и это же, да, смирно давали Господу, когда Он на кресте страдал, и Вы, там, Марк, да, Евангелист описывал, и давали Ему пить вино со смирную, но Он не принял. В одном месте, а в другом уксус с желчью, отцет с желчью, да, то есть вот это есть два описания. То есть вот на губе, когда Господь жажду воскликнул, да, и один из воинов на копье наткнул такую губку, пропитал ее отцетом, то есть уксусом с желчью, да, принес ее к кустам. Он вкусил и скончался. То есть там несколько было, значит, моментов. Но это в начале вот этого, так сказать, мучения давали, чтобы человек отключился, чтобы он как бы опьянел и не так сильно чувствовал боль, чтобы не умер от болевого шока, чтобы помучился подольше. Да, а потом, чтобы усилить мучение, давали вот этот уксус с желчью. То есть вот такая была. То есть евангелисты почему описывают разные вот эти вот моменты? Потому что вино со смирной давали перед тем, как на крест, а уксус с желчью уже перед смертью уже на кресте Господу принесли, чтобы усугубить его мучение. То есть кто-то разные моменты опускал, да, так же, как вот мы про волхвов, да, то есть мы тоже у разных евангелистов читаем, то есть какие-то моменты, когда пришли, а потом опущены. Да, и апостолы, они с разных точек зрения описывают одно и то же событие, поэтому у одного апостола одна, так сказать, вот большая часть выделена информативно, да, у другого эта часть опущена. Мало того, они еще перечитывали Евангелие и что-то добавляли, что здесь не вошло, поэтому Евангелие друг от друга отличаются, но не принципиально, а именно вот такими дополнениями. Дары, принесенные волхвами, святому семейству пригодились? Ну, во-первых, они и сейчас сохраняются, часть этих даров, золото и ладан со смирными смешаны вместе были, получились такие бусинки, а золото, такие пластиночки, оно, в общем, так вот собрано и это хранится на Святой горе Афон и Святого Павла, по-моему, в монастыре. Мы там прикладывались тоже, когда ездили в паломничество. То есть выносят паломника, можно приложиться к этим дарам волхвов, но там малая часть осталась, потому что, конечно же, то, что волхвы принесли Святому Семейству, это им потребовалось для путешествия Египет, потому что они экстренно, можно сказать, ничего не подготовившись, поехали бы с пустыми карманами. На что жить-то? Они не так долго там жили в Египте, но все равно, несколько месяцев, но все равно это им пришлось тратить и на путь, и на покупку еды, и на какие-то жилищные условия. То есть это же все приходилось покупать, и это все, естественно, ну, просто так никто бы им не дал. Поэтому дары волхвов они потратили сюда, но известно, что Пресвятая Богородица часть из этих даров раздавала нищим, нуждающимся, и лишь малую часть оставила себе, из которой еще малая часть осталась, и нам всем вот до сих пор эта святынька хранится. Удивительно, да, как ангел явился во сне правильного Иосифа, и они вообще вот так вот с места взяли, он берет Пресвятую Богородицу. Вообще, вот характер и такой сама жизнь Иосифа Обручника, она показывает его удивительную святость души. То есть, во-первых, он полностью доверялся Богу, он полностью его слушался, он не сомневался в том, что вот сказали, возьми Пресвятую Деву, вот она Духа Святого зачала, и ты ее все равно не прогоняй. Все, он так и сделал. Потом говорит, возьми Пресвятую Богородицу с Богомладенцем и бегите в Египет, не размышляя. Он утром встал от сна, сели и уехали. Да, может, они и ночью, он тут же разбудил, наверное. Да, может быть и так, но это мы не знаем, но по преданиям говорят, что вот они в этот же день и уехали. Поэтому мы здесь видим его полное послушание Богу, полное доверие Богу и беспечальность. То есть, он не впадал в уныние. То есть, сказали ангелы, так сделать, сделаю, и с полной уверенностью, что Господь их сохранит. Потому что, ну, представьте, из Вифлеема добраться до Египта не на самолете, не на корабле, там, и не на каком-то другом транспорте, а пешком. Только Богородица была на Ослике с Богомладенцем, а Иосиф, обручник, он же пешком шел. Говорят, что вот еще до нас предание дошло, что сын его, да, апостол Иаков тоже сопровожда. Да, есть такое предание, что апостол Иаков, почему он и был избран, и назывался потом братом Господнем, потому что он очень многое сделал для Господа и в его младенчестве, и потом он часть своего наследства Господу тоже поделился с ним, потому что другие братья отказались с ним разделять, потому что они сказали, «Ну, мы от отца берем наследство, а так как это отец, он наш, по плоти не твой, ну, тебе нету никакого наследства». Вот Иаков видит несправедливость, он своим наследством поделился с Господом, поэтому его так назвали братом Господнем. И здесь он тоже последовал за отцом, и в этом мы видим любовь к отцу, любовь к Богу и послушание, святое послушание, которое здесь мы очень ярко наблюдаем. То есть он тоже не усомнился в правильности поступка. Ну, представьте, сейчас вам подойдут, родители скажут, «Так, вот срочно сейчас собираемся и уезжаем». Ну, что вы скажете, как, куда, чего? Сейчас я в магазин схожу. Подожди, надо выпить чашечку кофе, принять ванну, да, как в том фильме сказано. Вот, то есть никто вот так не подхватится. А здесь, без сомнений, надо, значит, надо. Сели, вернее, взяли все свои минимальные пожитки и ушли. Причем мы знаем, какие их опасности подвергали тот же разбойник на кресте. До нас дошло тоже предание, да, который попал первый в Царство Небесное, что как раз он был разбойником, и они напали на вот это святое семейство по дороге их в Египет. Да, там могли ведь и убить, могли ограбить, могли просто отнять все. Детей могли, тогда тоже работорговля была очень активно развита, и детей могли, вот, младенцев просто продать в рабство, например. И здесь мы видим, что этот как раз разбойник, благоразумный разбойник, как называется в Евангелии, да, он, собственно, и здесь проявил свое благоразумие, увидев Бога-младенца, он умилился на его святость лика, на его красоту. То есть в сердце, наверное, подсказало? Ну, конечно, Господь в сердце ее вложил, такую вот любовь к этому младенчику, и он своим авторитетом, скажем так, сказал, так, вот этих не трогаем, пропускаем. Их не тронули разбойники, и в дальнейшем вот этот вот благоразумный разбойник, он был награжден Господом, что тот ныне будешь со мной в рае. То есть в рай вошел первым из всех грешников разбойник, как это ни странно. Ведь у Господа ничего нет случайно. Зачем вот Господь бежит в Египет? Мы же потом знаем, что Египет прославился такими своими святыми подвижниками. Ну, здесь мы, во-первых, должны сказать, что есть пророчество о том, что из Египта Господь говорит через пророка ветхозаветного, что из Египта я призову сына моего. И Господь исполняет это пророчество, сказанное через пророка отцом, духом святым. Он не мог не ослушаться, естественно, он исполнил пророчество. Это с духовной точки зрения. С точки зрения человеческой Египет – это было такое мрачное царство языческое, поклоняющееся сотням богов. Там были храмы, в которых 365 идолов стояло. То есть по числу дней в году на каждый день свой идол был. И, соответственно, Египет здесь выставляется как символ человеческой полного отпадения человеческого рода от Бога и поклонения бесам. Поэтому Господь в это царство поклонений бесов вошел, его просветил. Даже падали идолы, да, когда они заходили? Да, это тоже известно по преданию, что когда входили в то или иное капище идольское, то все идолы, которые там стояли на пьедесталах, они падали ниц и разбивались в дребезги пред святым семейством. И это было, конечно, поразительное зрелище. Жрецы просто в шоке были, потому что ничего же не предвещало, все хорошо было, все замечательно. Но тут вдруг все идолы поразбивались в дребезги при вхождении святого семейства в это капище. Или в этот городок, где это капище находится. Конечно же, Господь таким образом призывает и язычников, потому что мы видим, что пришел он к избранному народу, народу израильскому. Он так и говорит в разговоре с Самарянкой, что я пришел к падшим овцам дому Израилева, а не к язычникам. Но, тем не менее, он не оставил без своего внимания языческий народ, а Египет был ярким представителем языческого такого народа. И к нему тоже Господь пришел и призвал их своим просто присутствием в Египте. Хотя потом, через какое-то время, он уже из Египта вышел обратно в Израиль. Вернулись. Мы тоже из язычников? На тот момент мы были языческие племена, поклоняющиеся Велесу, Ладе, Перуну, Роду и прочим. У нас тоже было множество всяких идолов, которые потом князь Владимир равноапостольный все их упразднил в Киевской Руси. А в нашем регионе, в Москве, через сто лет только тоже с идолами распрощались. То есть христианское вероисповедение пришло сюда, на землю Вятичей, которые проживали вот здесь, от Брянска до Суздаля. Соответственно, пришли сюда киево-печеские монахи Кукша и Никон. И здесь проповедовали. Кукша был сам Вятич. Они проповедовали по всем этим землям христианство, крестили народ вятический. То есть нас, Московию, вот все города и веси, которые входят от Брянска до Суздаля, крестили не князь Владимир, а Кукша преподобный, священно-мучник Кукша со своим учеником Никоном. Их здесь убили жрицы вятические. И Киево-печеская лавра выкупила тело Кукша. И сейчас оно лежит в Киево-печеской лавре, в пещерках, почивает святыми мощами. Дай Бог, чтобы оно сохранилось. Я думаю, сохранилось. Как и Илья Муромец, там же лежит тело Ильи Муромца. Это не былинный герой, это действительно был воин, который по выполнению своего воинского долга пришел в монастырь, стал монахом и умер в монастыре в монашеском чине. И мощи его лежат также в Киево-печеской лавре, в пещерках. Ну и кроме того, наверное, такой можно урок для нас Господь показал. То есть избегать искушений. То есть когда нас гонят уходить, даже из селения, где Господа не приняли, он тоже ушел. Ну, здесь смирение, конечно же, да. Господь показал смирение, что если бы он остался, то пришлось бы каким-то чудесным образом уничтожать всех воинов, посланных Иродом для избиения младенцев. Там 14 тысяч младенцев эти избили воины во всех местностях, приближенных к Вифлеему и в самом Вифлееме. Это сегодня, кстати, памятник, да, младенцев-то? Да, это сегодня как раз, да, день памяти в нашем монастыре. Даже частичка мощей одного из этих младенчиков находится. Икона специальное избиение младенцев. Туда мы частичку из Вифлеема привезенную туда поставили. Так что можете приехать, приложиться к этой частичке мощей этого младенчика. Там, конечно, страшное зрелище изображено, как убивают. Да, разрубали на глазах в ужасе находящихся матерей, разрубали младенцев. А те матери, которые пытались как-то их защитить, их тоже убивали также на месте. Поэтому в пещерках в Вифлееме, рядом с пещерой, где родился Господь, находится другая пещера, где сложены вот эти маленькие скелетики младенчиков и их родители, и большие скелеты также там лежат, мучеников всех. Поэтому вот этот момент, он очень ярко показывает, как мир встретил Христа. То есть, что Христос этому миру не нужен, Мессии Ему не нужен, Спаситель не нужен. То есть, Его хотели убить сразу же, как только Он родился. Да, ну и Господь, если бы они бежали, Ему пришлось бы, да, как Вы сказали, чудесным образом каким-то уже тогда проявить свое божество. Да, а Он смиренно просто ушел от нападающих на Него и этим показывает, как нам надо относиться к тем, кто на нас нападает. Потому что и на нас кто-то клевещет, кто-то злобствует, кто-то пытается как-то нас уязвить. Вот по примеру Господа надо просто разворваться и уйти. То есть, не вступать в этот конфликт, лучше быть, так сказать, смиренным и богоугодным человеком, чем становиться таким же, как и тот человек. То есть, вот драться, там, мстить, злобствовать, ну, то есть, отвечать тем же, что и тебе пришло. То есть, бесам, которые, да, вот, получается, поссорить нас. Фактически, да, фактически это получается ссора, которая радует только бесов. Бога она расстраивает. И поэтому Господь показал, как мы должны вести себя по отношению к своим обидчикам. Но это не говорит, что так мы должны вести себя к обидчикам нашего Отечества, Святой Руси. Их надо, конечно же, изгонять. Потому что иначе они разрушат и Святое Отечество наше, Русь Святую, и Церковь Христова разрушат. И, в общем-то, от гонителей христианства пострадает множество людей. Сколько пробыло Святое Семейство в Египте? Ну, если исторический, так сказать, конус событий брать, то мы видим, что Ирод умер где-то в 750 году от построения Рима. А Господь родился в 749 году также от построения Рима. То есть, там отчет шел от основания Рима, вот, в Римской империи. И только потом перешли на летоисчисление от Рождества Христова. Соответственно, так как родился он осенью, было холодно, да, мы знаем об этом, и глубокой, так сказать, осенью или зимой. Соответственно, это несколько месяцев, потому что Ирод умер где-то в апреле месяца 750 года, а Господь родился, ну, вот, в январе, да, 7 января по нашему уже календарю. Сколько тут? Несколько месяцев они находились в Египте буквально, но этого было достаточно, чтобы весь Египет также пошел за Господом. И в дальнейшем Египет был огромным таким полем, где огромное количество прославилось преподобных и мучеников, и угодников Божиих, которые, ну, одних монашествующих было до 10 тысяч в пустыне египетской. Ну, мы знаем, кто основал вообще монашеское, так сказать, делание. Антоний Великий Египетский, Макарий Египетский, Пахомий Египетский, Иларион, то есть мы и так далее, ну, 10 тысяч имен мы знаем только преподобных отцов, а мучеников не меньше, пострадавших в дальнейшем и от сарацинов, и от гонителей христианства, и от еретиков, и прочее, прочее. Очень много убиенных было за веру Христова в Египте. Да, потом, после смерти Ирда, святой семейство возвращается в город Назарет. Что это такое за город Назарет? Ведь оно святое. Ну, это такой захолустный, захолустный городишко, или даже, может быть, не городишко, а поселок, как сейчас мы это называем, который жил крестьянской жизнью, который, в общем-то, не стоял ни на каких особых торговых путях, поэтому не очень, так сказать, был ценен в глазах какой-то знать, аристократии. И мы это видим из слов, да, евангельских, что может родиться из Назарета Доброго. Это же, вот, мы видим однажды, какой там, что там из Назарета может вообще хорошего-то прийти? Они же, Господь, откуда ждали-то? Да, они из Вифлеема, но они не учитывали, что он родился в Вифлееме все-таки, иудейском. Жил в Назарете, безусловно, это неоспоримо. Ну и чем занимался Назарет? Просто такими крестьянскими работами. Вода была из источника, жили в пещерках, и до сих пор эти пещеры сохранены. И под городом, который построены дома, сейчас там достаточно активный, такой туристический, паломнический такой город, городишко тоже не очень большой. Под ним распространяется сеть пещер на километры, в которых жили назаретяне ранее. И прятались при нашествии каких-то врагов именно в этих пещерках. И по этим пещеркам, ну вот я лично ходил, ну там просто действительно сотни метров, то есть комнатки, коридорчики и во все стороны расходящиеся. То есть сам город на горе находится, эта гора как муравейничек такая вот вся в таких туннельчиках. Это как скиты монашеские, да? Да, практически, да. Ну и от жары там очень хорошо прятаться, там если сверху жаришь, туда входишь, там прохладненько, очень хорошо. В общем и безопасно в смысле скрывания от врагов, когда какие-то там иноплеменники приходили грабить, то есть там они прятались. И, в общем-то, и жить, ну, бесплатное жилище, да, вот там чуть-чуть подработал себе пещерку и живи себе, можно и не строить ничего. Ну а вода, вот из одного, один был, единственный источник. Это там, наверное, да, произошла встреча? Да, конечно же, все шли за водой и также при Ставе Богородицы туда же шла за водой. Я думаю, каждый день за водой ходили, потому что ну сколько может человек унести? Наверняка из Господом с маленьким тоже находился. Да, я думаю, эта дорожка, она была протоптана всеми живущими на Зарете, в том числе и святым семейством. Тем более, что дом, который сохранился, дом Иосифа Обручника, где они жили, он достаточно далеко от этого источника находится и идти при Ставе Богородицы достаточно далеко было. Там над этим домом построен католический храм, но сама пещерка, где жили, она тоже сохранилась, она прямо в храме находится. Ну и естественно, вот по преданию мы знаем, что именно на источнике Архангел Геориил первый раз призвал Богородицу, радуйся благодатные, Господь с тобой. Но это было только голосом, то есть явления еще не было ангела, он просто произнес, и она услышала его, но не увидела. Поэтому пошла, набирала воды, вернулась в дом свой. Наверняка шла, размышляла, что же это за было. Ну, конечно же, но не так часто люди слышат ниоткуда голос, да еще с такими удивительными словами, радуйся благодатные, Господь с тобой. То есть такое приветствие от ангела. И потом уже в явном облике ангельском Архангел Геориил явился Богородице в доме ее, и там вот это все пророчество ему было высказано, и он должен был получить ответ от Богородицы. Почему? Потому что мы знаем, что Господь насильно никого не заставляет исполнять его волю. Он только предлагает исполнить, и если человек согласен, то тогда по Божьей воле все происходит. Если человек отвергает волю Божию, то тогда, конечно, ничего не происходит. Но мы знаем, что Матерь Божия ясно и четко сказала, что я раба Господня, да будет мне по слову Его. То есть вот в этом четкое согласие Престой Богородицы было передано Архангелу, и после этого Дух Святой нашел на Престой Матерь Божию, и уже было зачатие Господа в ее чреве, через что, собственно, и вычеловечился сам Господь в человеческом роде. И здесь же, да, жил, рос, воспитывался, да, наш Господь Иисус Христос? В семействе, в Святом Семействе, да, Иосиф Обручник был плотником, и он, естественно, плотническому делу научил всех своих сыновей, и также и Господь Иисуса Христа, он тоже был плотником. В Евангелии мы также об этом читаем, что не плотник ли он из Назарета, да, и не братья ли его там Иуда и прочие, Яков и прочие, да, Петр, Симон и прочие. То есть мы видим, что люди к нему относились как к известному с детства, и есть даже такие притчи, что Господь помогал своему отцу, названному, да, Обручнику, Престой Богородицы, в его делах, и часто таким чудесным образом помогал. Ну, по крайней мере, есть такая притча, что Иосифу Обручнику было заказано кресло для царского двора, было выделено средство, он снял необходимые размеры с царя, и по этим размерам сделал ему седалище, то есть трон из очень дорогих материалов, резал долго, трудился над этим. Но за время работы, там, несколько месяцев прошло, царь поправился, и когда он принес это кресло ему, то есть такой царский трон, то он просто не поместился в нем, и был разгневан царь, поэтому Иосифу сказали так, бери и вот переделывай за свой счет. И он в расстроенных чувствах пришел домой, а Господь, видя, будучи еще отроком, видя, что вот расстроен он, сказал, в чем дело, поинтересовался, тот рассказал ему, что же произошло, и он сказал, ну, бери вот с той стороны за ручку кресла, а я с этой стороны возьмусь. И потянул, и кресло просто расширилось на необходимую, так сказать, дистанцию, это было чудо, естественно, то есть, ну, нельзя из дерева взять, вот это же не резина просто. А здесь именно как материал был преобразован Господом, как резиновый, как из пластилина был, кресло получилось в руках Господа, и все, и было возвращено, и царь порадовался и заплатил. То есть, вот такие есть рассказы, апокрифы о младенческой жизни Христа. А предание сохранило до нас до скольких лет, пока Господь вырос, вот праведный Иосиф жил бы? Ну, мы знаем, что в 12-летнем возрасте он жил, и ходили они со святым семейством в Иерусалим, каждый раз в год на Пасху, и в храме Соломона его потом 3,5 дня сейчас искали, Матери Божией Иосифа Бручника, и нашли его в храме. Да, думали, что они с родственником он идет, да? Да, потому что шли всегда большой толпой, вот из Назарета идут там все родственники, все близкие, все знакомые, все друзья, товарищи, они идут вот таким большим табором, и также обратно возвращаются. И вот так они думали, что он где-то, ну, где-то впереди, может быть, и когда остановились на ночлег, не нашли его, и вернулись в Иерусалим, искали его 3 дня, и нашли его в храме, разговаривающем с первосвященниками, с законниками, с книжниками. Он им отвечал на вопросы так, 12-летний мальчик Господь, что те были в шоке, откуда он это все знает? Мы это учили, изучали, откуда он-то все это знает? И вот это мы знаем 12 лет. Ну, и мы знаем, что он вышел на проповедь в 30-летнем возрасте, то есть до этого возраста он жил с Пресвятой Богородицей. Ну, и как мы знаем из Евангелия, да, Господь, что окончательно из Назарета перебрался уже в Капернаум, уже когда пророк Иоанну Претечу заключили в темницу. Ну, там был случай такой, когда, я уже сказал, что Назарет, он на горе находится, достаточно высоко, и там была такая казнь, что с одного из обрывов горы, если кто-то там что-то такое делал противозаконно, его просто сбрасывали с горы, и он разбивался о камни. Вот когда Господь в синагоге проповедовал Назаретянам о том, что вот это он и есть Мессия, и сказал, что он также пойдет и язычникам будет проповедовать, и язычникам будет открыт. Они возмутились, все решили его сбросить с горы, довели практически до верха этой горы, но босон Господь просто уклонился от них и прошел сквозь толпу, и никто не смог ничего ему сделать. И после этого он уже в Назарете не жил, потому что, ну, его опять попытались убить, да, он жил уже в Капернауме, и Капернаум потом назывался его городом и вернулся в свой город. То есть он уже в Капернауме жил там, там же и апостол Петр и прочее, много апостолов из Капернаума, он жил уже в их домах. Господа в Евангелии часто называют Назарей, это вот от названия города? Не только. Здесь вот наложилось два названия, ну, во-первых, как житель Назарета, а во-вторых, как Назарей из Ветхого Завета. Были такие люди, которые давали обет Богу, жить при храме, ну, например, там полгода, год, воздерживаться от вина, воздерживаться от какой-то пищи там мясной, только там на постной пище, воздерживаться от там пострижения волос, от какого-то супружеского, да, долго воздерживаться. То есть вот они давали обет на год, там, на два или на всю жизнь. Как сейчас делают монахи. И, соответственно, их называли Назареями, то есть это те, кто вот брали на себя обет. Посвященный Богу, да? Да, безбрачие, жизни в чистоте и трудов по воле Божией. Собственно, и Господа также называли Назареем по двум причинам. Потому что он из Назарета и потому что он жил вот так же в таком же аскетическом образе. То есть он воздерживался от всех скоромных моментов, воздерживался от питья, там, вина и прочего, прочего. То есть он жил как монах в этом мире. Ну и сейчас, да, монашеские братья, монахи сейчас следуют этим же уставам. Этому же уставу следовал Иоанн Претеча, также жил по-монашески. И Престая Богородица также жила по-монашески. То есть это, мы видим, такое достаточно распространенный образ жительства был в то время. И сейчас это также распространено в монастырях среди братьев. Да, хотелось вернуться еще к волхвам, да, с которых мы и начали. Вот, когда они шли ко Господу, да, им показала путь звезда. А когда они уже уходили, им там ангел явился, да, уже. Почему вот опять там звезда не появилась, опять их не увела? Ну, здесь изменение, так сказать, того, как Господь обращается к волхвам, произошло в связи с изменением их внутреннего мира. То есть так как они сначала, до пришествия ко Христу, они верили звездам, они верили своим каким-то премудростям, житейским, там, или наукам каким-то верили. То есть они были плотскими, они еще не пришли ко Господу. Поэтому Господь с ними разговаривал через плотские какие-то образы, через звезду, через какие-то вот события и прочие пророчества, предсказания. А когда они поклонились Христу, то они уже уверовали во Христа, и они внутренне изменились, стали верующими людьми. Поэтому Господь к ним стал уже открыто обращаться через ангела. То есть уже не потребовала звезда, уже ангел Господень им сказал, как надо вернуться. И они, как мы видим, совершенно спокойно восприняли это, и уже никакой звезды им не потребовалось. Они уже по ангельскому наставлению поступили и пошли не к Ироду, как они обещали, вернуться к Ироду рассказать, где, собственно, Христос родился, где они его нашли и поклонились ему, а пошли прочь от Ирода, то есть не в Иерусалим на север Израиля, а на юг из Вифлеема через Мертвое море ушли в свою страну. А сколько еще Ирод потом прожил? Для чего ему нужно было убивать младенцев? Он очень долго еще потом жил? Месяцы. То есть он, как мы уже говорили, если Господь родился в 749 году от строительства Рима в декабре-январе, то Ирод умер в 750-м в апреле. То есть, ну вот сколько там. И вот ради чего нужно было? Он убил 14 тысяч младенцев. Он бонялся, что его там подсидят, можно так сказать. И через два месяца умер просто. Вот такова жизнь совершенно неверующего и недуховного человека. То есть он всю жизнь творит незаконные какие-то дела. Почему у нас в России Ирод – это нарицательное имя всех злодеев. Ирод – это окаянный. Вот бабушки особенно это употребляют. И раньше употребляли. Значит, вот тем не менее здесь мы видим такой совершенно отрицательный пример, как нельзя поступать. То есть всю жизнь жить только для себя любимого и стараться удержать и власть, и какие-то привилегии, и прочее, вплоть до убийств. Методами, так сказать, без разбора. Вот и что? И в конце концов он умер и пошел в ад. Вот и вся его нелегкая, как говорится. То есть он воспринял то, что заслужил. К сожалению, многие сейчас также свою жизнь используют для таких же поступков, необдуманных с точки зрения вечности, с точки зрения духовной жизни, с точки зрения достижения Царства Небесного. И этими поступками необдуманными закрывает себе дорогу в рай, дорогу в вечность и, наоборот, открывает дорогу в ад. К сожалению, вот их очень жаль, но тем не менее они идут все в ад. У нас осталось совсем мало времени, две минуты. Хотелось бы подвести итог нашим, наверное, двум передачам, когда мы говорим о Рождестве Господа. Какое вы могли бы нам пожелать, да, какое-то такое пожелание? Ведь на самом деле Господь мог и не родиться. Ну, Господь не мог не родиться. Дело в том, что Господь, Он же Творец мира, Творец человеков, и Он не мог оставить человека без Спасителя. И даже когда Адам был изгнан из рая, тогда Он как раз и сказал, что Он пошлет Спасителя. И именно от Адама пошла вера в грядущего Спасителя, которая была, вроде израильском, так сказать, и сохранена. И здесь мы видим, что Господь, изливая любовь Свою на сотворенного им Адама, на сотворенный мир, Он не мог ни родиться, ни пострадать, ни умереть, ни воскреснуть, и не вызволить таким образом из-под законной смерти, из закона смертного, грешного Адама и всех его детей, внуков и правнуков через свое вот такое удивительное служение, через крестную смерть, через жертву Богу Отцу за весь род человеческий и воскресение. Таким образом, Он дал, открыл дорогу в рай, дал возможности нам последовать за Ним в Царство Небесное, потому что до воскресения Христова никто в Царство Небесное не входил, ни праведники, ни грешники, все бы шли в ад. Сейчас у нас эта дорога открыта, ей надо пользоваться, почему нет? Я думаю, это и можно, так сказать, пожелать всем желающим спасения духовного и обретения вечности, не только в этом мире хорошей жизни, но и в вечности это намного важнее, чем здесь кратковременное наше присутствие. То есть Бог есть любовь, и Он не мог не излить любовь на Свои творения. И пришествие Спасителя в этот мир – это и есть высший знак любви Бога к роду человеческому. Да, наша передача сегодня завершается. Благодарю вас, Те Семене, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok